Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курортианапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморский! Мы находимся в экопарке. Эту очередь сделал Алиан и ее сейчас модернизируют, делают тренажеры для занятия спортом. Это очень круто. Но сегодня вас приглашаю пойти и посмотреть, как выглядит новая очередь экопарка. Меня критиковали за то, что я рассказывал, как Пионерский проспект закатывают в асфальт. Говорят, вот вы тут говорите плохо на Алиан, то, что они тут делают все плохо, вот мы с той стороны делаем красиво. Но, ребят, нельзя же так. С одной стороны мы наводим красоту, а с другой стороны уничтожаем зеленую природу. Надо с обоих сторон делать красиво. Если бы вы сделали эту часть на Пионерском проспекте, это было бы гораздо круче. А здесь бы сделали поковку, за хрен бы с ним, если у машины настолько некуда ставить, и вы не можете позволить себе многоуровневые поковки построить с такими-то ценниками на жилье. Ну ладно, ушли мы далеко, ребятки. Пойдемте прогуляемся, посмотрим, потому что хвалить будем. Есть за что. Единственное, я говорю громко, потому что здесь три полосы движения и главная артерия въезда в город Анапа. Как я отметил, в старой очереди появляются места для занятия спортом. Вот то, чего очень любят наши дорогие пенсионеры. Здесь у нас находится туалет. Туалет, кстати, проверил, не работает. Пришлось ходить за туалет. Это косяк как бы. Здесь у нас находится качель. Мне чем понравилось, ребятки, я на ней сидел сейчас, покушал. Вот за счет шума, ну, не зашло мне вот именно то, что шумновато. Ну, поев, я уже перестал замучать шум. То есть привык. В принципе, значит, на него обращать внимание через какой-то час там уже не будет. На двоих. То есть вдвоем сели. Очень классно. Фотографии сделать интересные. Плюс подходы к качелям сделаны ведь вот такими вот зонами. Здесь у нас что-то типа бамбуковой рощи. Как раз-таки септик там, походу, можно сделать, чтобы у него влага выходила и будет расти бамбук. Здесь сохранились сосны. Они создают невероятные, так сказать, условия тени, особенно в летний период. Здесь будет очень круто. Рядочком еще одна качель. Кстати, вот туда заезжаешь, там есть еще парковка для автотранспорта, чтобы машинки не оставляли вот так, как я. Не делайте, в общем-то, так, друзья. Работа еще продолжается. Не совсем получается, что все закончено. Мне очень понравились вот эти паучки, которые сидят на камушках. Еще одна вот зона бамбука здесь есть. Когда приезжал, мы здесь только делали планировочку и выглядело здесь это все не так уж, так сказать, круто, как в данный момент времени мы с вами смотрим. Ну, здесь будет, скорее всего, какая-то или лавочка, или еще какая-то архитектурная форма. Мусорки только, видите, новые подвезли. Они еще вот в целлофанах расставляют по местам. То есть, работа проделана колоссально. Ой, здесь, смотрите, можно побегать, будет вот так вот, оп-оп, и зайти в лабиринт. Красотища. Причем здесь, смотрите, есть разные камушки с подписями. Серпентинт. Ух ты! То есть, тут камни подписаны. Розовый гранит. То есть, это, идешь и читаешь, узнаешь, как выглядят такие камнечки. Фельзит. А вот это, что меня всегда интересовало, как называется, метис-известняк. Вот крымский камень, это метис-известняк. Очень-очень-очень черный мрамор. Молодцы, слушайте, главное, чтобы никто не поутащил камни с этими табличками. Ну, что, смотрите, здесь уже что-то сломали. Еще не успели установить, а уже все. Кто-то мрамор себе, наверное, на могилу потащил. Вот такая вот концепция. Смотрится классно. Ну, вот еще, если что, подвезли камни. То есть, будет много разных, и их устанавливают. А может, просто при установке мрамор сломался. Я уж такое взял, наговорил. Очень мне тогда понравились, как смотрятся вот эти камушки на арматурах. Тоже симпатичные такие концепции. И классно, что сделали весь неровный этот парк. Потому что очень много зон, которые, ну, привлекают внимание. И в то же время закрывают с той стороны теплотрассу, которая там идет. Есть тоже, я так понимаю, что что-то для занятия спортом. Но пока это еще в процессе установки. В дальнейшем узнаем, что это будет. Вот такая вот зеленая зона. Вечно зеленые посаженные. Также здесь какие-то стелы каменные. В общем, дорабатываются, прорабатываются. Очень многое делается красиво. Также у нас есть вот такие вот подписи на кубиках, к которым можно подойти и прочитать, что за растения здесь произрастают. И причем кубики тактильные. То есть, можно вот так вот покрутить. И узнать, какие здесь растут деревья. Очень интересно. Слушайте, и цветы какие. Если что, ставьте на паузу. И смотрите, ребятки, двигаемся дальше. Здесь мы видим еще вот такую вот беседочку. Единственный минус этого места, то, что шумно. Вот от трассы. Так все остальное прям, но очень мне нравится. В крайней мере, как здесь выглядит это все великолепно. То есть, беседка. Вот такое, как яйцо, шарик, как хотите называть. И зашли вовнутрь, сели. Если вдруг сильный ветер, посидели. От дождя, конечно же, не спрячет, но удовольствие доставит. Еще есть качели. Вот в такого формата. Это, конечно, тоже привлекательно. Тем более, видите, там в тенечке, здесь на солнышке. Можно будет там отдыхать, здесь качаться, отдыхать. В общем, везде пополучать удовольствие. Сидишься такой, качаешься. Шума 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 шает. А так вообще классно, классно. Концепция этого места, конечно, меня нереально радует. Но радует вот из-за вот этих еще высоченных сосен. Здесь у нас каштан обыкновенный. Растет также вот множество малых архитектурных таких форм. Это олимпийская горка, и на ней сидят солы. Красиво же. Очень порадовало, что быстро растет вот эта трава. Я думал, ну вот, когда она вырастет, когда это все будет, ну вот уже практически все зеленое. Я помню, когда впервые увидел такой метод посадки травы, и это тогда все удивило. А сейчас это уже становится нормой. Здесь у нас делают тоже, не знаю, успеют, не успеют, 9 мая этот зал воинской славы. Вот всю кипит работа. Будем надеяться, конечно, что ребята успеют. И все работы завершат. И также переработан у нас площадь, ну, площадь, на которой стоят военные техники. Здесь много высажено разнообразных растений. И выглядит это тоже классно. Даже лаванду посадили, ребят. То есть будет вообще фееричное место для прогулок. Ну, мне кажется, концепция этого парка получилась просто с вау-эффектом. То есть сюда приезжаете, поставили вот тут машинку, на той парковке, да. Пришли, посмотрели по сторонам, погулялись, насладились. Еще идет в процессе все высадки. То есть еще будут добавляться. Потому что я вижу, что машина приехала, и привезли еще какие-то растения. Красота, друзья. О, вот эта кашка я называю. Мне тоже дерево очень нравится. Как оно сейчас выглядит. Именно с цветочками, с белыми. Здесь очень симпатично, кстати, отгородились. Тоже от этой теплотрассы. Она теперь вообще в глаза не бросается. И смотрится очень классно. Ребята завершаются эти последние приготовления. Непосредственно к запуску парка. Потому что эта зона вообще готова. Тут я стал газончик подстричь. Очень быстро, качественно насадили разнообразные зеленые наслаждения. И получилось симпатичный. Такой оазис даже. Там, где стоит техника. Вы можете прийти, почитать описание всей техники, которая здесь есть. Она все подписана. Чтобы не было никаких вопросов. Порассказывать своим детям. Объяснить им, что надо помнить, что эта техника сражалась еще давно. Тут более-менее современные техники образцы тоже присутствуют. Но хочется, чтобы вообще вот это все было никому не нужно. Чтобы война была какой-то, знаете, тема из прошлого. Жалко, что мы живем именно в такое время, в котором печалька происходит. Но вот Ален надо благодарить. Для жителей и гостей города. Отстись с семейных курортов. Спасибо, Ален. Честно. Ну, обидно, что с этой стороны наводите красоту. А с той стороны, вот, если бы вы еще там сделали. Представьте просто, какое имя было бы у вас. То есть, я не знаю. Мы готовы были бы все скидывать со всей Анапы на двухъяручную парковку где-нибудь на территории. Когда проносится эта техника рядом с тобой, ты едешь на машине, так же и земля. Это нереальные, конечно, чувства. Но, в общем, парк привели к 9 мая в порядок. Причем в порядок такой, в который, я думаю, не стыдно позвать гостей. Потому что она была как-то голая. Все сейчас просто тысячи, наверное, растений здесь высадили. И смотрится это очень классно. Еще, я говорю, месяц назад не было травы. Все только, как говорится, тут движение начиналось, развивалось. А сейчас мы с вами идем и смотрим на все эти красивейшие моменты, которые действительно достойны внимания. И приглашаем вас, дорогие друзья, тех, кто приезжает к нам в Анапу прогуляться по вот этим вот местам. То есть это вот мы идем с вами 10 минут почти без остановки, да. То есть вы пришли, то почитали, это почитали. То есть час-два по времени вы здесь спокойно сможете провести со своими детьми, есть где посидеть. Не хватает, наверное, какого-то еще фудкорта или магазинчика, чтобы было что-то из напитков. Потому что поблизости здесь, наверное, самая ближайшая, возле аквапарка на Пионерском проспекте, знаменитая Катюша. Ну и там находится еще один туалет. Я думаю, дойдем до него, потому что там тоже очень много разной зелени выстяжено. И я очень, знаете, самое главное, на что надеюсь, что вот система купол стоит у нас в Анапе. Она посчитается тем самым безопасным городом на Черноморском побережье. Потому что обнаруживают даже тех людей, которые когда-либо засветились где-то, и в Анапе они тех приезжать особо не захотят, что их сразу вычислят и примут. Так вот, все под видеонаблюдением. Будем надеяться, что все сохранится, все будет хорошо. Ну, по крайней мере, я этого очень сильно хочу. И обращаюсь ко всем вам, ребятки. Берегите природу и вот такие места, которые для вас делают. Это, конечно, не парк Галецкого, но очень крутое место. Еще раз говорю, благодарен, вот Алину благодарен. И хотелось бы, чтобы они везде такую красоту делали. Вместо асфальтирования зеленых зон на Пионевском проспекте. Вот здесь, да? Сколько интересов. Представьте, это все же вырастет. Это все будет еще красивее. И ради интереса проверяем. Закрыто. 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 Пойду я еще и за этот, схожу туда же. Все. Всем лайк, ребят. Увидимся в следующем сезоне. Просто с 1 мая у нас... В следующем сезоне, в следующем видео, господи. С 1 мая обещали, что будет работать абсолютно все уже. Потому что сезон начался. Но вот два туалета бесплатных не функционируют. Это на 9 запустят. Но хотелось бы, чтобы каждый день они работали. Чтобы ты едешь, ну вот знаешь, что здесь два бесплатных туалета. Можно остановиться, сходить в туалет. Лоб, хорошо.